всем привет вы смотрите канал финты wordpress и с вами артем брамович сегодня у нас шестая серия сериала про подготовку вашего сайта под поисковое продвижение и так напомню предыдущей серии мы с вами разобрали что такое семантика сайта да как должно быть правильно все блоки расположены а в этой серии я покажу как собственно поправить ту самую структуру заголовков до чтобы она была правильно а правильно еще раз напомню когда у нас на главной странице название сайта и заголовок сайтов заголовки h1 заголовки и статей на ну вот в этом листинге у нас заголовки h2 на любой другой странице кроме главной до заголовок название сайта у нас уже идет ваш 2 ну или не h2 или в divi да причем в divi это скорее всего будет более правильно вот а заголовок уже страницы уже идет ваш один это первый момент который мы поправим второй момент которому но сразу же поправим это уберем ссылку на главной странице ну циклическую ссылку которая находится на главной странице сама на себя это тоже не надо так делать и третий момент разберем немного заголовки виджет на по сути покажу где это можно поправить если надо вы сами сможете поправить и так ну давайте приступим да вот я как видите я тут у меня тут как обычно сапожник без сапог и у меня все это довольно криво опять же сделано давайте поправим и так сама технология то довольно простая да нам требуется подгружать на главной странице заголовок название сайта в заголовке h1 а на всех остальных ваш 2 соответственно мы просто должны проверить что если это у нас главная страница то мы проверяем то мы подгружаем h1 если у нас это не главная страница то да да мы не подгружаем h1 вот и все итак идем в редактор темы заходим находим файл header header php заголовок по-русски называется значит смотрите у меня тема премиум да и у меня здесь три разных варианта ну именно расположение шапки вот поэтому ну вот тот тот вариант который я сейчас у меня стоит он у меня вот вот он то есть можно найти именно ваше расположение ну по какому-нибудь по классу например там или пойди или еще что то то есть ищите у вас может быть немножко по-другому сделано ну по-разному делают каждый разработчик делает по-своему но вот у меня в данном случае вот так и так вот у меня вот она моя эта часть да значит начинаем писать условия открываем так печки закрываем сразу его и пишем если это у нас its front page то бишь статической странице на главную установлена или это у нас its home то есть это у нас просто главная страница и ну в том виде в котором она сейчас у меня установлена то открываем скобку да тут ады ады мы его подгружаем ваш один вот так вот он да вот у меня уже есть вот он ваш один ссылкой внутри все как положено все закрываем скобку но я вот здесь вот эту возьму то есть условия наши закрываем на закрываем не то есть есть у нас это не главная страница то есть else иначе то тогда мы вводим то тогда мы выводим уже в другом заголовке в моем случае ваш два вот и все сохраняем проверяем ну вот сработало да то есть здесь мы проверяем h1 заходим в какой-нибудь статью у нас здесь h2 все как положено теперь нам нужно избавиться от циклической ссылки чтобы это сделать она просто убрать ссылку в нашем условии вот и все то есть вот эту ссылку я просто напросто убираю обновляем смотрим ну видите да изменилась немножко внешний вид ну за счет того что в той ссылке было но формально ссылки ты не туда то есть я захожу на статью ссылка есть там ссылки нет есть от циклических ссылок избавились поправили структуру заголовков теперь смотрите что нам нужно сделать заголовками в наших виджетах то есть вот в этих вот в принципе я не знаю сколько я не видел всяких разных тем всегда в эти виджеты заголовка помещают ваш там три ваш 4 вот в эти заголовки конечно формально так делать нельзя но еще раз повторю если у вас весь сайт бар ну то есть вот эта вот штука вот он весь сайт бар у меня до находится в теге и сид в принципе это ничего страшного страшного в этом ничего нету я вас уверяю потому что так и сид означает что это какая-то неважная информация до 0 какая дополнительная сторонняя и поисковая система прекрасно их понимает но если если вдруг вам это вас это сильно напрягает то поправить это можно все довольно просто смотрите как правило регистрация этих виджетов сидит в файле functions сейчас мы их найдем то есть здесь надо смотреть именно искать файлы functions регистрацию именно виджетов вот они смотрите вода регистрация виджета в сайт баре и футере вот пожалуйста вот она регистр сайт бар то есть вы можете искать по функции регистра сайт бар у меня вот как раз зарегистрирована вот эти вот сайт бары ну еще у меня тут есть такая хитрая вещь к кастомные сайт бары но я ими в принципе не пользуетесь но сам факт замена заголовков как раз происходит именно вот здесь то есть до факта это атрибуты before title автор то этого для как раз указания что у вас будет ну например давайте поменяем все сохраняем ну понятное дело что с файлом functions очень аккуратно да не забудьте забукапиться чтобы все это потом не было мучительно больно давайте посмотрим что у нас получилось ну вот пожалуйста да то есть стиле то естественно изменились но зато он теперь просто в диве на самом деле вот простой незамысловатый вариант такой на есть еще такой финт ушами можно сделать ну чтобы вот потом не настраивать заголовки до найти файли стиле ваших вашем в любом файле стиле в любой теме есть такая вещь как задание заголовков то есть h1 h2 h3 ну вот они идут да вот они идут заголовки все это и можно в этом же в этом же файле добавить ну например классы дополнительные некоторые делают именно классом название h1 то есть вот так куда там h1 добавляет класс я обычно делаю так вот то есть вот именно к этим классом добавляем стиле заголовков нужны да и теперь чтобы у нас был нужный класс в наших в наших заголовках да то здесь просто добавить добавить просто нужный класс и все ничего сложного обновляем и смотрим ну да то есть класс применился ну понятное дело что там еще кое-что надо поднастроить там то еще то есть надо просто-напросто ну вот смотрите да так как у нас здесь берем так альфа бета ну остальные так вот расставляем под нужные позиции ну вот размер увеличился да то есть все стало более менее красиво и таким образом мы добились того что у нас виджет их нету именно тега заголовка вот и все вот такой простой незамысловатые способы если есть вопросы пишите в комментариях все как обычно ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте делиться этим видео соц сетях друзьями а на этом у меня все услышимся в следующих видео всем пока пока